всем привет что показать эти привет приветствуйте пальчиком по экранчику чтоб я знала что вы уже заходите на связь я извиняюсь что достаточно поздно вышла и хочу сегодня просто ответить на ваши вопросы учитывая что достаточно поздно долго мы сидеть здесь не будем ну и хотел еще рассказать про конференцию от дениса fit for life стрелять нет он еще стреляет он еще на связи ну вроде бы на связи только 15 40 15 40 это где вот видите с разных регионов смотрят и вот так вам все прекрасно судя потому что замолчал наверное все таки уже закончил закончил трансляцию спасибо вы слышите меня тут еще 15 процентов зарядки хоть бы у меня телефон не сел в специале 2100 ой спасибо ребят спасибо в общем что я хотел сказать в первую очередь то что те кто знает сайт дениса борисова это fit for life он сейчас перешел немножко другой формат формат конференции и женский раздел сейчас буду там вести я так что буду очень рада если вы будете присоединяться писать свои посты читать комментировать там очень много интересных разделов как в одно время смотреть а вот сложно сложно на нас я и тоже дала чтобы он потранслировался мы с ним поздно пошли на тренировку сегодня было очень много дел мы буквально вот пришли с тренировки и он сразу подключился к трансляции это на сайте это на сайте вот fit for life теперь там будет видеоконференции вообще там очень здорово сделано зайдите посмотрите все это на сайте на сайте fit for life fit for life .ru поставь на зарядку но пока еще работает я надеюсь что не отключится тем более планирую не очень надолго потому что достаточно поздно еще кучу дел что-то сегодня день такой суетливый еще и телево экран телефона побила так сегодня ездила чинить будут в ней в какой никого дэна в перископе дн нижнее подчеркивание борисов так что ищите его подписывайтесь он уже достаточно давно транслирует и старый аккаунт таким к сожалению не заработал что-то у вас что-то стучите стучите чтоб я взяла что хоть вы здесь присутствуете сегодня конечно уже поздно так мало людей тем более еще денис увел моих всех подписчиков к и спасибо футбол телефону лишь но почти легко либо женой такого мужа очень легко будет ли фитнес приложение на телефон именно созданная нами вообще тема приложения у нас сейчас обсуждается да мы планируем приложение это пока еще наверное в тайне планируем ли мы семинары кроме москвы но если будут нас приглашать куда-то в общем-то думаю что с удовольствием куда-нибудь бы съездили пока только в москве потому что мы сейчас здесь находимся и если кто-то из москвы то приходите будем очень рады запиши еще видео уже в общем-то доску на днях выпустим есть видео и будем выпускать и будем писать снимать больше вот планируем поехать киев там хотелось бы еще поснимать чего-нибудь интересного для вас краснодар я из москвы ну вот приходите к нам может ли каждый день заниматься девушки в зале на все группы мышц сразу для похудения я бы не рекомендовала у каждый день во первых это слишком большая нагрузка на организм слишком стрессово будет поэтому лучше даже если вы хотите делать на все тело тренировки то делаете хотя бы там три четыре раза в неделю такие круговые тренировки для того чтобы просто вы укрепляли общий тонус ваших мышц то есть в этом случае вы конечно же не рассчитывайте на какие-то приросты мышечной массы то есть это в общем то невозможно будет я на подготовке повредила спину как дальше быть сначала вылечить перочить обязательно вылечить ни в коем случае не тренируйте не перегружать не пригружайте мышцы спины чтобы они полностью восстановились иначе процесс затянется на очень долго спасибо рассказать про кроссфит все эти я может быть не так много могла бы рассказать про кроссфит только с точки зрения теории это не очень правильно на мой взгляд потому что я сама кроссфитом честно скажу никогда не занималась я знаю теоретическую часть эту теоретическую часть каждый из вас может прочитать потому что я владею только той информации в общем которую можно легко получить где-то из каких-то источников в интернете можно почитать в учебниках то есть я сама не занималась лично мое мнение из того что я считала и как я вообще понимаю принцип этих тренировок он больше на на выносливость то есть то скажем это не совсем тот формат нагрузки который я считаю для себя приемлемым моя задача держать мышцы в тонусе моя задача их не растерять тем более что я эктоморф и мне достаточно сложно их сохранять если у меня будет такая высоко интенсивная тренировка то просто я потеряю мышечную массу да здорово там расходуются калории то есть что касается энергозатрат супер тренировки с точки зрения развития выносливости очень здорово скажем если бы вот я для себя включал только к людям там раз две недели так для разнообразия для тех кто хочет похудеть и не сильно бережет свои мышцы но может быть тоже как бы неплохо было бы такие интенсивные то есть опять же надо смотреть по состоянию здоровья то есть многие например вещи там выполняются скажем в таком режиме что я понимаю что достаточно травмоопасно это мое субъективное мнение бегаете ли утром или вечером когда эффективней я обычно бегаю либо натощак утром либо после силовой тренировки где-то интенс соседней комнате посоветуйте бацанам бацан вы смотрите просто по составу если в курсе то там три незаменимые аминокислоты или цены изоляции инвалин лицин это основная аминокислота которая должна присутствовать в этом веществе то еще большая пропорция тем будет лучше бесей смотрите чтобы это не был попросту там прессованный протеин потому что очень часто аминокислоты и это просто прессованный протеин смотрите чтобы количество лейцина было в большей степени а производитель тут уже не принципиален чтобы посоветовать что завтра кроме каш я творог часто кушаю например вот сегодня например я съела яичные белки красная икра и салат овощной ну потому что я каши так а случаях случая кушаю поговорим о предтреннах какая основа тебе больше нравится аргинин мнение о вегетарианцах я против категорически против вегетарианцев если после кардио болят и при ничего страшного ничего страшного работают ваши игры бегаете поэтому ничего страшного я думаю там нет почему против вегетарианцев потому что вы недополучаете все необходимые питательные вещества все весь необходимый комплекс аминокислот витаминов минералов до всего то есть человек должен есть мясо человек должен есть рыбу человек должен получать полноценный белок животное это обязательно это но это то что для организма просто необходимо как насчет кардио на голодный желудок с приемом бца вот этот вариант то что я говорила натощак я абсолютно за главное смотрите чтобы не была большая интенсивность чтобы вы ни в коем случае не перегружали сердце ваше как часто качать пресс вообще существует масса мнений по этому поводу то есть кто-то качает каждую тренировку но мое мнение что можно либо каждую тренировку делать нет на пару упражнений в трех-четырех подходах а можно вообще один раз в неделю сделать такую полноценную хорошую тренировку в общем то вот так как вот на основные группы мышц вы делаете то есть вы приходите например скажем там тренировая там спину бицепс то есть у вас полноценная тренировка также можете прийти и делать полноценную тренировку на пресс учитывая что у меня все время было был пресс ну и сейчас не могу сказать что могу похвастаться сильно прессом настоящая достаточно группа мышц я тренировала вот на этапе подготовки к соревнованиям прям отдельной тренировкой либо например брала только там плечи тренировала или руки и пресс то есть на пресс был очень много упражнений то есть полноценная тренировка минут 30 как насчет занятий спортом во время менструации первые два дня и вообще рекомендую особо не заниматься но в последующем смотрите по тому как вы себя чувствуете по самочувствию и ни в коем случае не перегружайте низ не перегружайте пресс не тренируете а семинар будем транслировать я не думаю что он влиятельно просто быть не очень удобно это делать она если будет такая возможность что почему вы нет как слить воду перед соревнованиями ноуты и сам популярный способ это мочегон но я не очень за вы можете на ночь затем до соревнований полежать ванной солью немножко водичка сойдет и не пейте не пейте стоит либо с утра не пейте скажем вы вступаете в обед на то можете не пить например с вечера вот за день до соревнований либо же можете если ближе к вечеру выступаете можете с утра над вечером попили и с утра уже воду не пьете кушаете углеводы углеводы будут вытягивать с под кожей вашу лишнюю водичку не будете сущенники все будет хорошо очень хорошо даже вот соленую пищу какую-то покушать но опять же тут ни в коем случае воду нельзя пить соленую пищу покушать эти тоже вытягивают воду хотим бесков покачать хочется больше видео для соревнующихся но мы будем снимать просто не удается снимать для всех потому что очень много людей которые не профессионалы они хотят получать какую-то полезную информацию есть профессионалы будем но не все сразу так еще ваши вопросы что пропустила я может ли девушки набрать пару килограмм без спортпита дефицит массы тела конечно нормально полноценно кушаете тренируетесь и вообще легко то спортпит я считаю необходим только на этапе подготовки к соревнованиям а так вы можете абсолютно легко набирать я вот когда не готовлюсь к соревнованиям вообще ничего не протеина не пацан ничего вообще абсолютно не пью не вижу в этом необходимости утром бегаешь на дорожке сколько так утром есть и бегу это чаще на 1 лепсоиде на петрике либо могу на дорожке походить на на улице если все зависит от погодных условий то есть если это летом весной то есть ну да можно побегать но сейчас пока в зале какие противопоказания при грудном вскармливании снижая вес основные противопоказания это очень интенсивно и много тяжело не тренируетесь потому что на вашем молоке не очень позитивно скажется и опять же можете потерять молоко если будете очень интенсивно тренироваться ой слушайте батарейка садится я я так надо взять зарядочку еще раз худеет ноги в области и как как ой слушайте дайте секундочку не даже ничего не вижу по что экран еще прямо гаснет за сколько писать пить протеин до соревнований если у вас изолят но где-то за неделю убирайте вообще по-разному рекомендуют у кого как я убирала где-то за неделю некоторые убирают вообще там неделю за две-три все индивидуально как убрать пивной живот чтобы поскорее тренируйтесь и держите питание спешка нужно говорится при помощи в этой птицы собирать лучше уберите нормально качество спокойно неправильно чтобы не растеряли вашу мышцы а тоже вот так быстро не будет может потерять и в данном случае не обязательно почему потому что если вы покушаете и пойдете делать карте вы Вы сначала будете работать за счет ваших углеводов, которые вы покушали, за счет гликогена, и только потом у вас в расход пойдут жиры. Вы можете это сделать, но вам придется потратить больше времени. То есть сначала вы, например, работаете 20-30 минут, расходуете ваш гликоген, и только потом у вас в работу подключаются жиры. То есть просто вам придется по времени делать дольше. Пожалуйста, про икры и еще раз про икры, что там написали. Какой вес и рост у меня? У меня 164 рост и вес 54-55 кг. Если не растут рабочие веса год, пробуйте тогда интенсивность добавлять тренировок, объемность тренировок, делайте больше повторений, может быть. То есть таким образом попытайтесь развивать ваши силовые показатели. Сначала увеличивается количество повторений, потом, соответственно, берете больше вес, выполняете на 5 повторений. Чуть-чуть добавляйте, добавляйте такого, ну, я не знаю, это очень-очень странно, что так у вас. Но опять же надо тоже понимать, что есть определенный предел. Если вы не принимаете ни спортивное питание, ни какие-то другие препараты, то вам, ну, у вас все равно настанет какой-то предел. Обручка кардио не пойдет. А вы в Киеве будете пройти что-то интересное? Ну, пока не планируем, не знаю, пока нет. Сейчас-таки буду, кажется, я буду. А какой предел? Какой предел? В смысле, что значит, какой предел? Болит надкосница при пеке? В чем проблема? Ну, не знаю, может быть, у вас там плоскостопие, может, еще какие-то проблемы. Проверите. Это уже к врачу, и не ко мне. Почему икры отсекают? Почему же у вас икры отсекают? Именно икры у вас отсекают. Блин, не знаю, может быть, либо перегружаете очень ноги, ноги очень много ходите. Может быть, у вас проблемы там, не знаю, с почками даже. Про надкосницу обувь неправильно. Ну, как вариант тоже. Масса причин, может быть, поэтому, говорю, врачу надо. Владеешь на стране языком? Ну, вот английский немножко. Плоскостопия нету, нога идеальна в плане стопы. Ну, правда, не знаю, не знаю, почему. Может быть, вы где-то травмировали что-то, может быть, в детстве какая-то травма была, может быть, просто воспалительный какой-то процесс пошел. Девушка динамит в сексуальных отношениях. Вместе-три месяца, знакомы с родителями. Есть планы на будущее. Ну, очень странно. А сколько лет девушке? Оказывается, Денчик тоже есть, только да, он ее рест. Какой у вас предел в весах? Да, по-разному. Все зависит от того, ну, скажем, если у меня какие-то перерывы, то у меня, естественно, веса падают. Какого-то пика я его не довожу, то есть я не довожу до предела. То есть я работаю с весами, чтобы они мне были достаточно комфортные. Я не работаю с очень большими весами, не вижу в этом смысла. Я больше пытаюсь сосредотачиваться на работе мышцы. То есть я должна чувствовать хорошо мышцу. Я, когда выполняю упражнения, не думаю о том, что я на прошлой тренировке брала, например, там, скажем, на приседаниях, там, 30 килограмм, а сегодня мне надо взять 40 килограмм. Я об этом не думаю. Я думаю о том, чтобы я хорошо чувствовала. Я поставила себе вес 30 килограмм. Если я вижу, что я с таким весом хорошо чувствую, то я буду продолжать работать с ним. Если я, например, добавила и чувствую, что у меня, например, там, ягодицы, я хуже чувствую и больше квадрицепсы, я вес уменьшу и буду работать только для того, чтобы хорошо чувствовать мышцу. И я тебя люблю. Сегодня качала прячка-то тренировка, ну, здорово. Получается, можно быть с пожаром, работать с небольшими весами. Конечно, можно. А на каких тяжелых базовых упражнениях лучше не делать, если проблемная нижняя часть тела? Проблемная нижняя часть тела, то есть у вас ноги массивные? Что значит проблемная нижняя часть тела? Жира много, мышцы крупные. Что у вас? И спортписта посоветую. Что здесь спортписта посоветую грузчику? Ну и ничего. Работу поменять. А то будет так только на спортпит работать. Девушки 16, но у вас еще девушка молодая, поэтому, видимо, она и не соглашается на близость. Так что вы не переживайте. Если ее любите, вы лучше немножко потерпите. Хочет, но боится. Ну правильно, потому что молодая еще, поэтому боится. Лучше не настаивать. Вот захочется, зреет вот тогда. Есть асимметрия в ногах. Как можно исправить? Ну делайте акцент на ту ногу, где у вас асимметрия. Развивайте ту часть. Видите, я еще не видела ваши ножки. Мне сложно представить, что у вас там за асимметрия в ногах. Знаете, это тоже может быть субъективно. Я вот эту девочку готовила к соревнованиям. Она тоже утверждала, что у нее одна ягодица больше, чем вторая. Ничего подобного. Это просто ее субъективный взгляд. И ничего такого подобного не было. Либо изнасиловать на это ни в коем случае. Вы что, с ума сошли? Как сейчас у меня кардио в неделю. И сколько по времени? Да вообще может быть не быть ни разу. А может быть один раз, там минут сорок. Но может до часа довожу. Я очень часто кардио не делаю. В целях экономии времени. Что скажешь про Optima Nutrition? Да ничего я не скажу про них. Но я и не пила у Optima Nutrition. Не знаю, как у Optima Nutrition. Тем более, я думаю, тут надо смотреть непосредственно по конкретной какой-то добавке. Потому что все же зависит от состава. То есть у них какие-то позиции могут быть хорошие, а какие-то не очень. То есть надо смотреть состав. Так, ну что. Давайте еще пару вопросиков. Какой спортпит предпочитаешь бренд? Я лично готовилась на Олимпию. Я не могу сказать, что это лучший спортпит. Он был недорогой. Мне нравился по количеству. В состав его нравился. Я вообще считаю, что к спортпиту, ну тут сейчас просто очень его много. Я уже даже не знаю, сейчас тут столько производителей. Сейчас, мне кажется, выбора значительно больше, чем тогда, когда готовилась я. На тот период, когда готовилась я, тем более, что я в Минске, там не было слишком большого выбора. Что-то, если чуть более получше, там, ну цены были просто сумасшедшие. Так на спортпит на один можно работать. Сейчас столько новых позиций, что я даже эти марки не знаю. Надо смотреть внимательно на состав. То есть должны выделять, какие действующие вещества должны быть в конкретном препарате. И на основании этого не просто почитали этикетку, какие полезные свойства от этого препарата, а именно качественный состав этого продукта. А вы не думали организовать тур спортивно? Думали? Здрасте, здрасте. Ну, где же ваши вопросы делились? Только что были. Бежали, 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 бежали и попали. Я бы за тур. Когтягу к сладкому брать. Очень сложно. Надо настроить себя. Старайтесь ограничивать. Чем дольше вы будете ограничивать, тем меньше вам будет его хотеться. Чтобы быть под жаром, можно работать с небольшими весами. Да, я уже отвечала. Прилетайте в Дублин, Ирландию. Ну, это далеко. Давайте тур хотите. Ну, мы постараемся дозреть и обязательно мы вам объявим об этом. Соберется много девочек? Ну, я думаю, что соберется много людей. Я думаю, и мальчиков тоже много соберется. Ну, что, ребят, вы пока... Так. Проблем все... Еще один вопросик и все буду заканчивать. Проблемная часть руки. Ноги худые, а руки плохо худеют. Что делать? Ноги худые, а руки плохо худеют. Да, делайте многоповторку. Многоповторку делайте. Ну, просто, ну, урезать, естественно, дефицит калорий создавайте. Многоповторка, да, и дефицит калорий. Насколько реально и не опасно ли иметь кубики пресса для девушки на протяжении всего года? Я считаю, что в большинстве своем опасно. Это, опять же, все зависит от типа фигуры. То есть, те девушки, у которых жир больше откладывается в нижней части тела, им сложнее держать живот достаточно плоским и с кубиками, и с небольшим процентом жира. Те же девушки, у кого такой тип фигуры, что жир больше откладывается в области живота, то там вообще, на самом деле, опасно достаточно. То есть, если вы постоянно ходите с кубиками пресса, у вас живот очень плоский, но, вероятнее всего, месячные у вас пропадут. То есть, это рискованно. Если вы планируете применить, ну, для нормального гормонального фона женского, это очень нехорошо. Я бы не рекомендовала круглый год ходить с кубиками пресса. Ну, конечно, красивенько, красивенько. Вот я, наверное, смотрю сюжеты фитоняшек на Ютьюбе, и там уже бог мой, и думаешь, у вас вообще там, как там с месячными делами, все ли хорошо. Потому что они-то выглядят, как картинка для девочек, которые смотрят. Но я-то понимаю, что это крайне рискованно. И я очень сомневаюсь, что у них все в порядке. Дай бог, конечно, что все было хорошо, но по опыту могу сказать, что могут быть проблемы. Занималась с ванной антолуцией. Спасибо большое. А что делать, если верх костлява, а на бедрах ушки? Ну, дальше худейте, дальше худейте. Платифигура у вас такой. Ушки тяжело убираются. Все, ребят, пойду я спать. Хотя я сейчас не совсем спать. Я уже немножко поработаю. Все, всем тогда спокойной ночи. Спасибо, что выходите на связь. Смотрите меня. Все, пока-пока. Ну, приятно.